В Китае всё нормально, ребята, ничего такого, подумаешь колонна танков прямо в городе в провинции Хэнань. Всем привет, ребята, меня зовут Богатий ищи Ди, добро пожаловать в новое агрессивное видео. И я не могу не вставить это интро в начало этого выпуска. Почему? Потому что здесь я хочу раскрыть свои эмоции такими, какими они есть. А они будут агрессивными и твёрдыми, жёсткими, но правдивыми. Если ты впервые на этом канале, досмотри этот выпуск до конца, это очень важно для тебя. В конце ты узнаешь о том, что может тебя потенциально спасти. Кажется, ситуация в Китае выходит из-под контроля. В китайских городах колонны танков. Это происходит в провинции Хэнань и в провинции Шаньдун. Но что они там делают? Они защищают банки, а защищают они их от вкладчиков, которые просто-напросто хотят вернуть свои деньги. Просто посмотри на это. Весь твиттер завален этими видео с танками в Китае. Множество статей уже вышло об этом. Также мы видим, что Китай находится прямо посреди ипотечного кризиса. Люди объявили бойкот ипотекам. Обманутые вкладчики решили так выразить свой протест. Кто-то уже называет это революцией. И все началось с жестких действий китайских правоохранителей неделю назад, когда протестующие люди пытались вернуть свои деньги. Для Китая это очень большая проблема, потому что, как оказалось, этот ипотечный кризис уже выходит из-под контроля. Дело в том, что рынок недвижимости составляет пятую часть экономики Китая. И ипотечный бойкот сильно его тормозит, если не сказать больше. Также около 70% семейного богатства в Китае связано с собственностью, что делает этот вопрос одним из самых чувствительных для китайского правительства. Простыми словами, почти каждый простой китаец вкладывает все до последнего пения в свою недвижимость. Вот почему ипотечный бойкот может стать большой проблемой и даже привести к краху рынка недвижимости в Китае. Ты же помнишь Evergrande и его крах? Это было только началом. Теперь это распространяется на банки и грозит вылиться финансовый кризис. Кажется, это вот-вот должно случиться. Все началось с маленьких банков в провинции, которые закрывали доступ к деньгам якобы для каких-то технических работ в апреле этого года. Но так и не открыли этот доступ, что вылилось в потерю людьми всех их сбережений. И когда они вышли протестовать, правительство отправило туда танки. Фактически правительство украло деньги у китайцев и защищает награбленное. Так это выглядит. Так это и есть. Некоторые банки пообещали своим вкладчикам вместо денег так называемые продукты управления капиталом, которые по факту являются незащищенными инвестициями. Другими словами, вкладчик, получивший их, никогда уже не увидит свои деньги. Кажется, Хинанский банк сделал то же самое. И правительство просто-напросто вело туда танки для защиты этих банков от обманутых вкладчиков, от ограбленных вкладчиков. В принципе, да. Если ты не хочешь, чтобы твоя банковская финансовая система обвалилась, чтобы не было банковской паники, почему бы не поставить у входа в банки танки? Так что же делать? Допустим, ты купил дом, который еще даже не построен, но ты уже платишь ипотечные платежи за него. Если что, это распространенная практика в Китае. За счет этого строительство и финансируется. Но затем банк забирает все твои деньги и даже не отвечает на твои звонки. Ты не можешь вывести свои деньги и получить доступ к своему аккаунту. Что ты будешь делать? Конечно же, перестать платить ипотечные платежи. Зачем это нужно? Тебя фактически ограбили. Это приводит к тому, что по всей стране, город за городом, китайские жители говорят «Ну его к черту, мы не будем ничего платить, особенно сейчас». И теперь каждый китаец теряет веру в банки и существующую финансовую систему и бежит в банки снимать свои деньги, пока еще можно. Но когда этот китаец приходит в банк, он видит там танки на входе. И знаешь, почему я говорю об этом сейчас и здесь, на этом канале? Да, тема хайповая. Да, можно привлечь внимание. И я рад этому. Потому что чем больше людей увидит это видео, тем больше людей узнает. Старая финансовая система больна. Посмотри на Китай. То же самое может произойти в любой стране мира. То же самое может произойти в твоей стране. Китайцы уже теряют веру в банковскую систему. Китайцы уже не могут получить свои деньги. Китайцев уже ограбило собственное правительство. Мы больше не можем доверять этому всему. Но есть альтернатива. Есть другой путь. И его имя Биткоин. Биткоин это когда ты сам себе правительство. Биткоин это когда ты сам себе банк. Биткоин это когда твои деньги по-настоящему твои. И никто не может их украсть. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...